С Виктором Цоем, руководителем группы кино, мы встретились перед началом просмотра фильма «Игла». Он сыграл здесь главную роль. Виктор всё-таки немножко волновался и сказал, что интервью даст только в том случае, если фильм ему понравится. Закрывая небесный свет, а над городом жёлтый дым. Городу две тысячи лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Своей работы как актёра ты доволен? Не вполне. А вот ты волновался, когда снимался? Тебе это было страшно, удобно, тяжело? Ну, знаете, это всё-таки не первый раз был. Хотя это первый фильм, где я играю главную роль и выступаю в качестве музыканта. Ну, в общем, нет, потому что для меня важно было быть естественным. А почему вот в этом фильме приглушены практически все непрофессионалы? Нам не хотелось никакой игры. Чтобы этого не было, чтобы не было никакой театральности в этом. Вдруг возникнет такая ситуация, что будешь актёром. Не может быть такой? Нет. Этого не может быть. То есть, если я и буду сниматься в кино, то опять в том же самом качестве. Почему группа называется «Кема»? Почему-то все задают этот вопрос. Ну, это интересно. Как, честно, объясняю. Молодая группа, которая только что собралась, ещё не очень представляет, чем она будет заниматься. Ну, это представляет, но так вот, всё всегда. Вот, поэтому, например, собирается группа придумывать название «Хулиганы», скажем. А потом выясняется, что «Кема» получается вполне благопристойная или какая-нибудь, что это такое-нибудь. Это название не совпадает. Соответственно, название надо брать максимально размытое, абстрактное. Ну и какое-то запоминающееся. И когда мы брали это название, я исходил из того, что слово «кино» употребляется в языке, висит там на кинотеатрах очень часто. Вот, и оно, его можно толковать, его даже нельзя толковать никак. Конечно, найти людей, которые были бы... Единомышленными? Единомышленными друзьями и хотя бы немножко музыкантами очень трудно. То есть музыкантов много, но у каждого там свои идеи. А для меня, конечно, важнее всего, чтобы люди были моими друзьями. А вот ты что-нибудь хотел бы изменить в своих 26 годах? Ну, знаете, все это для меня важно. Все, что я уже... Все ошибки, все, не знаю, все такие. Это то, из чего составил я вот сейчас. Если бы не было того-то, я был бы уже, возможно, другим. Поэтому нет. Дудалев написал о тебе, что ты из тех музыкантов, рок-музыкантов, которому просто явно грозит звездная болезнь. Ну, я не знаю. Я не знаю, откуда можно было сделать такой вывод, не мне об этом судить. Вы знаете, я отношусь к этому очень прохладно. Я не люблю, когда меня узнают на улицах, останавливают и так далее. Но я вообще не чужда демонстративность такая вот. Что? Смотрите, кто идет. Мне скорее хочется этим заниматься. Конечно, мне приятно, что людям нравится музыка, что люди приходят на концерты, что зал всегда полный и так далее. Но я прекрасно понимаю, насколько это вопрос попадания во время. То есть я в каком-то смысле в него попал, если это нравится. Но точно так же мог бы не попасть, песни от этого хуже бы не стали. То есть музыка тоже, но это было бы... Ну, это везение? Везение... Да нет, даже не везение. Некоторое чутье, может быть. А чутье это можно? Ну, это трудно сказать, понимаете, нет. В любом случае мы всегда делаем то, что нравится прежде всего нам. Я могу сказать в песнях, как, на мой взгляд, лучше. Что мне лично нравится, что мне лично не нравится. Если кто-то со мной согласен, слава богу, я очень рад. Если кто-то не согласен, я не буду его убеждать. Я не пишу лозунгов, понимаете? То есть, это не... То есть, единственное, что мне хотелось, ну, и хочется, но я не знаю, опять же, я не могу сказать, чтобы я призывал к этому песнями. Может быть, потому что я пою там какие-то вещи. Чтобы люди чувствовали себя больше свободными от обстоятельств. То есть, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт. А ты хотел бы, чтобы группа кино поехала в зарубежные гастроли? Ну, скажи, почему ты не хочешь ехать? Ну, потому что я прекрасно отдаю себе отчет о том, что это никому там не интересно. И что не может быть интересна группа, поющая на иностранном языке и неизвестная. А ехать, чтобы, наконец-то, там, не знаю, купить себе что-то, не знаю, магнитофон, привезти его сюда и посмотреть, там, вот, какие там замечательные машины, какие там замечательные гостиницы. Конечно, только время терять еще. Спасибо. Спасибо.